В администрации Химок нашли способ решить проблему ветхого жилья быстро, не дожидаясь, пока старые дома будут включены в реновационный фонд Московской области. Такое предложение на общегородском совещании озвучил глава города Дмитрий Волошин. Главенствующая тема сегодня у нас, которая является для нас архиважной для Химок, это работа с ветхим фондом города. Значит, мы хотим расселить все бараки. Расселять людей теперь будут за счет новостроек. Каждый застройщик будет знать, что реализоваться на территории городского округа можно только тепловым расселением ветхого фонда. Иначе построиться у нас будет нельзя. Безусловно, в первую очередь решение о том, где они хотят жить, будет за самими жителями. А проконтролируют обязательность таких общественных слушаний депутаты Химкинского совета. За каждым объектом ветхого фонда будет закреплен определенный состройщик, который осуществляет деятельность на территории округа. И данный вопрос, вопрос у расселения, будет приниматься с учетом мнения жителей. Сейчас в Химках более 200 ветхих домов. Половина из них – бараки, остальные – хрущевки и малоэтажные строения. Большая часть ветхого жилья – всходнее. Дмитрий Волошин распорядился проинформировать людей, как будет осуществляться расселение. У нас есть с вами уже дорожная карта, когда что будет включено, какой дом будет закреплен, за какой строительной компанией. Также я прошу территориальное управление, сходнее Ферсановка, моего коллегу, получить этот перечень, встретиться с жителями, в обязательном порядке проговорить с ними о том, что эта работа уже начата нами, прямо с 1 января. При этом массовые застройки в Химках не планируются, отметили на совещании, вопреки слухам, которые то и дело появляются в социальных сетях. Например, что на территории строительства торгового центра «Торжок» якобы появится новый ЖК. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский опроверг эту информацию. Жители тоже обращаются и к мне лично, и к депутатам с вопросом по застройке территории торгового центра «Торжок», который находится на Анкане. Я не поленился, сам посмотрел, где он пани. Эта территория как имела вид разрешенного использования по строительству торгового центра, так и имеет на данный момент. Решение об изменении вида разрешенного использования участка могут принять только депутаты. Совет депутатов не принимал никакого решения, изменения разрешения пользования данной земли. Ну и также в некоторых районах нашего города Совет депутатов на сегодняшний день не принимал и не собирал никакое совещание и решение о том, чтобы изменялось пользование и вид разрешенного пользования земли. На совещании подчеркнули, что переселение людей будет проходить при активном участии территориальных управлений Химок. Их работа переформатирована и будет заключаться в умной коммуникации с населением. По словам Дмитрия Волошина, работы чиновники должны на упреждение решать проблему людей еще до обращения с жалобой. Каждый божий месяц в начале ЕРЦ начисляет оплату. Наша задача не ждать, пока житель нам позвонит и скажет, что ему неправильно посчитали. А изначально транспортные файлы должны визировать коллеги из Управления жилищного коммунального хозяйства. Вкупе, вместе с территориальным управлением, которые говорят, коллеги, у нас дом номер один, дом номер два по такой-то улице постоянно происходят неправильные начисления. Давайте эту историю в этом месяце победим. Вот это умная коммуникация. Пожелания и предложения от местных жителей по улучшению подъезда, двора, парков и скверов будут только приветствоваться.